Недавно, разбирая летние вещи, я обнаружила у себя в сумке вот такой маленький билетик на аттракцион «Колесо обозрения». Я с прошлого лета остался. Такой привет из лета, потому что все, что касается парка, наверное, так сложилось еще с самого детства. У нас ассоциируется с чем-то очень хорошим, добрым, интересным, непременно с каникулами. А вот чего ждать в этом году от парка «Культура и отдыха», который перестал быть просто местом, где много аттракционов, узнаем прямо сегодня. Это «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. Мы начинаем. Я с удовольствием представляю гостя, с которым мы и будем разговаривать о том, что будет интересного в парке «Культура и отдыха» в Тамбове этим летом. Это заведующая отделом, естественно, парка «Культура и отдыха» Вера Шмелева. Вера, здравствуйте. Добрый день, Ольга. Вера, вообще, конечно, хотелось бы сразу начать с каких-то крупных мероприятий, на которые обязательно нужно, чтобы наши горожане посмотрели. Было бы здорово, если бы еще и поучаствовали. Но мне хочется начать совсем с другого. Вот не зря я вытащила этот маленький билетик и вдруг ударила свои какие-то детские воспоминания. Мне кажется, у каждого из нас в памяти есть маленький уголок, где мы храним что-то такое очень теплое, очень веселое, которое у нас непременно ассоциируется с отдыхом. Вы тоже выросли в Тамбове. Совершенно верно. И наверняка парк «Культура и отдыха» для вас тоже место такое не пустое, с которым тоже что-то связано, наверняка что-то хорошее. Совершенно верно. Парк «Культура» это то место, куда семьи приходят со своими детьми, отдыхают, наполняются энергией, отличным настроением. Помню, когда я была совсем маленькой-маленькой девочкой, парк «Культура» был немножко другой. Но, тем не менее, воспоминания из детства живут в сердце каждого человека. Это аромат сладкой ваты, это разнообразные аттракционы, это развлекательность. У вас какой был любимый аттракцион? А на какой вы, может быть, ни разу не решились? Я, например, на сюрприз ни разу в жизни не села. Ольга, я с вами солидарна. На сюрприз я тоже не решилась. Потом очень жалела, что я так и не успела за свою жизнь покататься на сюрпризе. Ну а самый любимый аттракцион в детстве у меня был «Юнга». Он был такой безобидный паровозик, который катается на маленькой скорости по кругу. Но, тем не менее, это вызывало бурю каких-то ярких эмоций, особенно у маленького человека, который только-только учится жизни, только-только осваивает уэдзы. И я помню, что тогда поход в парк «Культуры» – это был настоящий праздник. Потому что мы с родителями именно по каким-то большим праздникам приходили, отдыхали. Самое красивое платье надевали. Самое красивое платье, да. Я помню, у меня сохранилась фотография. Тогда еще в парке «Культуры» фотографировались большими мягкими игрушками. И вот я с разбитой коленкой, в самом красивом платье, с зеленкой на всю коленку, стою счастливая, довольная, улыбаясь во всей своей 32 зуба. Ну, эмоции до сих пор. Смотрите. А теперь своих детей приводите туда же. Совершенно верно, да. У меня маленький пацаненок растет. Он любит кататься на всех аттракционах. Он ничего не боится. Да, да. Он готов затащить маму буквально на все, на чем можно покататься с родителями, на семейные аттракционы. Не на все я решаю и скажу сразу, что с возрастом как бы меняется мировоззрение, меняется ощущение от аттракционов. Да, есть любимые аттракционы, на которых я с удовольствием катаюсь. В числе моих любимых это колесо обозрения. Самый безобидный, самый медленный. Зато далеко видно наш красивый город Тамбов со всех сторон. Это здорово, это круто. Кстати, мой сын тоже очень любит колесо обозрения. Когда мы приходим с ним в парк, первый аттракцион, на котором он катается, это колесо обозрения. Вера, раз уж заговорили про аттракционы, вот как бы мы ни строили разговор, что бы ни анонсировали, но в первую очередь парк культуры и отдыха это аттракционы, это развлечения, любимые с детства. Но маленькие, наверное, о каких-то вещах мы просто не задумывались. А сейчас, когда мы мамы, когда мы приводим туда уже своих детей, то, о чем мы должны думать обязательно, и сотрудники парка тоже, это безопасность. Вот кто контролирует, кто проверяет безопасность аттракционов, которые установлены в парке, как это вообще все происходит. Мы можем быть спокойны, когда отпускаем туда своих детей? Конечно, мы можем быть спокойны, потому что, как мама сынули, я тоже переживаю в первую очередь за безопасность. Каждый год аттракционы проходят сертификацию. Каждый год перед началом сезона к нам приезжает испытательная комиссия из Санкт-Петербурга, которая проверяет абсолютно все аттракционы на территории парка культуры и дает добро на их эксплуатацию, чтобы горожане, жители города, пользуясь ими в течение всего сезона. В этом году такая комиссия уже посетила. Наверное, в конце апреля они к нам приезжали, оставили свои заключения, все аттракционы, прошли сертификацию, готовы работать, радовать гостей и жителей города. Ну и каждый день, я думаю, что об этом тоже стоит сказать, каждый день аттракционы с самого утра запускаются в тестовом режиме. То есть каждый день их проверяют, как они работают, правильно ли, если нужно, что-то ремонтируют. Но это очень-очень редко, потому что у нас аттракционы все на 5 с плюсом. Вера, тогда такой вопрос. Но очень многие аттракционы, мы уже и это попробовали, и там были, уж колесо обозрения, само собой, появляются какие-то новые. Но люди сейчас избалованы. Что ни говори, всем постоянно хочется чего-то новенького. Соответственно, от парка культуры и аттракционов, которые там встают, ждут того же самого. Что нового ждет нас в этом сезоне, и что, возможно, хотелось бы, чтобы в нашем парке было хотя бы в перспективе? Уже все равно обсуждаете эти вещи. Совершенно верно. Мир не стоит на месте, парк культуры тоже не стоит на месте. В этом году в городском парке культур отдыха добавилось несколько новых аттракционов. Сразу скажу, что обновился вальс ракушек. Визуально он выглядит точно так же, как предыдущий, но он мощнее, он современнее, он безопаснее. Это новый аттракцион, тот же самый вальс ракушек, но это новый уже. Совершенно верно, совершенно верно. И обновился корабль. В прошлом году все его знали как корабль-викинг. Он был чуточку поменьше. Это лодка, которая ходит из стороны в сторону. И взлетал чуточку пониже. В этом году на его месте пиратский корабль. Это лодка, которая встает в 90 градусов. То есть, если вы сядете на самую макушку, вы ощутите весь драйв, все те эмоции экстремальные, которые только можно ощутить. Это действительно классно, это здорово, это круто. А какой стоит визг от тех, кто все еще путают со старой лодкой викинг и садятся на самую вершинку. Это здорово. Вера, смотрите, но ведь для того, чтобы безопасность была в парке обеспечена, усилия должны прикладывать не только сотрудники, не только люди, которые устанавливают, обслуживают аттракционы. Очень многое зависит от того, как мы сами будем себя вести, что мы будем позволять своим детям и что мы должны им рассказывать для того, чтобы они сами избежали каких-то неприятностей. Вот есть правила, которым должны быть научены взрослые и должны научить своих детей для того, чтобы посещение парка было безопасным. Причем во всех смыслах. Парк это не только аттракционы, парк это и площадки, и везде нужно, наверное, следить за своим поведением. Совершенно верно. Мне кажется, самое главное правило это не оставлять своего ребенка без присмотра на территории городского парка культуры отдыха. Казалось бы, парк не такой большой, никуда ребенок с территории не денется, но как показывает практика, как показывает опыт массовых мероприятий, когда большое скопление народа, маленькие детишки, они же такие, хоп, стоял, все, уже нет, он куда-то убежал и затерялся в толпе. Поэтому за своего ребенка нужно смотреть, следить, далеко его не отпускать, ну и, конечно же, держать за ручку. Это самое главное, чтобы дети были под присмотром. Ну и, конечно же, на каждом аттракционе написано правило эксплуатации, правило поведения на том или ином аттракционе. Также написано, кому можно кататься на этом аттракционе, или стоит, может быть, воздержаться в силу своих каких-то физических особенностей здоровья от катания на данном аттракционе. То есть тут вы уже можете ознакомиться самостоятельно, подойдя к аттракциону, может быть, спросить консультации у оператора этого аттракциона. Ну и самое главное, нужно понимать, то, что написано, это все-таки неформальность, это опыт эксплуатации того или иного аттракциона. Поэтому если мы хотим избежать каких-то неприятностей, на это стоит обращать внимание, это написано для того, чтобы мы это знали. Вера, теперь, наверное, к самой интересной обширной части программы хочется перейти. На сегодняшний день парк – это не только аттракционы, более того, это даже не только деревья, клумбы, аллеи, фотозоны, о которых мне тоже, кстати, хочется поговорить отдельно. Это еще и большое количество мероприятий. Вот я вспоминаю сейчас лето прошлого года, практически каждые выходные – это фестиваль цветов, это какие-то праздники красок, мыльных пузырей, еще что-то. Наверняка этот год, мы сейчас только вошли в летний сезон, готовят очень много интересного. Это уже в ближайшее время нас ждет масштабное красивое мероприятие, которое называется День города. И парк культуры и отдыха, мне кажется, должен стать очень активным участником, потому что кому, как не вам, профессионально развлекать людей. А люди для чего идут? Для того, чтобы развлекаться. Вы что приготовили? Конечно, у нас есть те мероприятия, которые идут традиционно в выходные, то есть каждую субботу с 11 до часа у нас проект «Дизайн субботник», где настоящие мастера своего дела, очумелые ручки, научат ребятишек, девчонок и мальчишек чему-то новому, интересному. Лепить из пластилина, вырезать из бумаги, делать оригами и многое-многое другое. Вера, подождите, а не скучно им? Дети придут и скажут, мы весь год в школе, в детском саду только и делали, что вырезали из бумаги, лепили из пластилина, делали какие-то аппликации. Оставьте нас в покое, мы не хотим больше этим заниматься. Не случается? Нет, это только кажется на первый взгляд, что это может быть скучно. Нет, когда дети делают это сами, самостоятельно, с желанием, под опытным руководством нашего руководителя, нет ничего скучного. Им наоборот интересно, они забирают эту поделку с собой. То есть это не то, что их заставляют в школе, вот домашнее задание, выполните, пожалуйста. Нет, это на боровольной основе. Допустим, если тема изготовить цветочек сладкий, с конфеткой внутри, они подходят очень трепетно, выбирают себе конфетку, прилепляют все это к цветочку, все это красиво потом упаковывают сами, прикрепляют лепесточек к лепесточку, и уже могут подарить своей маме, своей бабушке, своим родным и близким людям. Это очень здорово. Это развивает не только какие-то способности творческие ребенка, но и еще какие-то родственные сплочения, семьи. То есть это здорово, это эмоции, это улыбки, позитив. Отличное настроение. Ну что еще? Я думаю, что только поделками из бумаги и пластилина все, конечно, не ограничится. Иначе это было бы слишком скучно. Конечно, конечно. Наши проекты направлены на то, чтобы заинтересовать абсолютно любого ребенка. Поэтому в воскресенье мы приглашаем ребятишек, девчонок и мальчишек повеселиться, поиграть, потанцевать, зарядиться положительной атмосферой. И с 11 до часу у нас анимационная детская программа со сказочными персонажами. Это мы говорим сейчас о дне города. Это каждое воскресенье. О дне города стоит поговорить отдельно. Тогда давайте, да, сейчас классическая программа на каждое воскресенье. Да, каждое воскресенье мы танцуем, играем. И что самое приятное, дети в конце анимационного часа получают сладкие подарки от нашего партнера. Вот как неприятно не просто предлагать произвиться, но еще и уйти со сладким подарком. Ну а что касаемо дня города, на день города у нас обширная программа с самого утра и до позднего-позднего вечера. Ну о некоторых аспектах, о некоторых мероприятиях, я думаю, стоит поговорить отдельно, потому что это самые яркие события этого лета. Например, я вас на секундочку остановлю, потому что нам хочется, чтобы напомнить нашим зрителям, что это программа «Качество жизни», и что интересного ждет на Бовчан в день города, каким мероприятиям стоит подготовиться, на какие обязательно посетить, а в каких, может быть, заявиться и активно поучаствовать, мы узнаем уже через несколько минут, потому что это программа «Качество жизни», и я хочу, чтобы наши зрители оставались с нами в ближайшие 15 минут. Я напоминаю, что это программа «Качество жизни», и мы сегодня говорим о том, почему стоит посетить парк культуры этим летом. Напомню, что парк культуры – это не только большое количество аттракционов, это еще и масса интересных мероприятий. Мы подошли к тому, что в день города, 12 июня, парк приготовил обширную программу для всех тамбовчан и для гостей города. И особенно стоит прийти на этот участок Советский, потому что я понимаю, что будет задействован не только парк, но и все пространство, которое рядышком. Почему особенно стоит туда прийти с семьей, с детьми, что их там ждет? Традиционно на день города мы устраиваем пешеходную творческую площадку перед городским парком культуры отдыха. Территориально, если рассматривать, то это от торгово-развлекательного центра Рио до ГУМа или до Главпочтампа. Здесь по улице Советской, прямо на самой дороге, раскидывается множество интересных творческих площадок. Здесь и творческие мастер-классы, здесь и игры напольные, и игры настольные. В этом году будет даже площадка с лего, где любой желающий может собрать замок своей мечты, может построить здание своей мечты, ну и как-то пофантазировать на эту тему. По этой же площадке ходят огромные ходулисты, которые доставляют массу положительных эмоций. На этой же площадке работает настоящий фокусник, который увлечет в мир фокусов, чего-то такого таинственного. То есть даже можно попробовать поучаствовать. Совершенно верно, да, можно даже посмотреть, как все это происходит. Ну и, конечно же, на этой площадке гостей радуют гигантские мыльные пузыри, которые с ветром распространяются абсолютно по всему кварталу детства. Это та самая интерактивная площадка, на которой стоит поучаствовать вместе с детьми, стоит посмотреть и зарядиться такими бодрыми эмоциями на весь день. Напомню, что эта площадка работает вечером с 5 и до 8 часов вечера. На протяжении 3 часов можно поучаствовать в той или иной интерактивной зоне. То есть пока взрослые не спеша идут на концерты, которые будут происходить на площадях города, можно пройти этот маршрут с детьми и заодно сделать много-много-много всего интересного. Вера, насколько я помню, уже не первый год вы мне подскажете, какой, вот именно к этому мероприятию у вас привязана такая вещь, как парад колясок. И это для Тамбова не такая, может быть, новая вещь, но каждый раз происходит что-то интересное. Я, честно признаюсь, ни разу не участвовала в этом мероприятии, ну, в силу того, что уже подросли мы несколько из колясок. Вот, но я знаю, что в этом году, по-моему, это будет юбилейное уже такое событие. И наверняка, ну, что-нибудь необычное вы тоже придумали. Совершенно верно. Вот уже 5 лет подряд мы традиционно на День города устраиваем торжественное шествие парад колясок 2019 будет в этом году. Тематика выбрана не случайно. В этом году тема гласит «В мире сказок». Приурочена она Году театра в России. Вот, каждый год новая тема. Каждый год новая тема. Почему? Потому что у нас есть те самые участники, те самые активные, креативные, творческие семьи, которые участвуют не первый год подряд. В их семьях это уже вошло... Дети подрастают, появляются вторые, третьи, четвертые. Да, у них это уже вошло в добрую традицию, хотя по опыту, когда они рассказывают, что они фантазируют, креативят по ночам, когда укладывают детей вместе с папами, с бабушками, с крестными, с дедушками, у них такая своя теплая, дружеская атмосфера, верная традиция именно в их семьях. Это здорово. Держи, ну что ж такого на креативе ли в прошлые годы, даже интересно. Вы расскажите, а мы по возможности поставимся показать нашим зрителям, как это может выглядеть. В прошлом году тема звучала как футбол. То есть все помнят, что был чемпионат мира по футболу, фифа, да. Поэтому у нас были такие креативные коляски, как в виде огромного футбольного мяча. Была коляска в виде символа чемпионата мира, тот самый волчонок-забивака. Ну это было очень круто. Я помню, в один год тематика гласила, как раз привыкну к 70-летию со дня Великой Победы. И делали семьи настоящие поезда, танки, самолеты, большие лодки. В тот год победила коляска, которая была выполнена по эскизам настоящего танка Т-34 в уменьшенной копии. И она выглядела как настоящий танк. То есть все до детальки. Вера, скажите по секрету, кто и как определяет победителя? И что ждет победителя? Мы приглашаем независимых, строгих, но справедливых жюри. И они оценивают по нескольким факторам. Во-первых, это креативность мышления, то есть как родители подошли к этому заданию. Выдержали ли они тематику. Сами ли они в своих костюмах поддержали тематику. Да, то есть еще и семья должна устроить такое представление. Конечно, это плюсуется баллом. Есть такой критерий, как удобство для малыша. Потому что мы помним, что это не просто коляска, не просто транспортное средство. В этом транспортном средстве у нас передвигается малыш. Поэтому мы смотрим, удобно ли ему было бы в этой коляске. Конечно же, это качество исполнения, то есть из чего выполнена коляска. Потому что есть коляски разные. Какие материалы использовали? Просто интересно, как это все можно руками приладить и из чего люди делают? Я помню, у нас делали коляски из пластиковых стаканчиках. Разноцветный у нас был огромный цыпленок. Делали коляски из материала, ткани, пенопласта. Делали коляски из картона, естественно. Это самый, мне кажется, легкий материал. Самый ходовой. Да, лент. То есть в ход идет все. Абсолютно все, что только не придумают родители. Я помню, что у нас даже была коляска большой-большой миньон здоровый, желтый. Даже такое было. Так, Вера, давайте, наверное, напомним для тех, кто хочет принять участие в этом году. Что для этого нужно? Как проходит регистрация? Какая тема? И как все это будет проходить? То есть для тех, кто уже сейчас, мысли, пока мы разговаривали, какие-то у них в голове появились, что можно было бы сделать со своей коляской? И как было бы здорово, например, принять участие в таком конкурсе колясок? Что им нужно? Куда прийти или куда написать? Как принять участие? Действительно, до дня города остается все меньше и меньше дней, но тем не менее, мы все еще продолжаем принимать заявки от родителей. Все легко и просто. Вы находите нашу официальную группу «Городской парк культуры отдыха» ВКонтакте, пишите администраторам группе, можете написать мне. И я регистрирую на этот замечательный парад колясок 2019. Я думаю, что те родители, которые только-только посмотрели, они успеют сделать коляску своего малыша, преобразовать ее во что-то интересное, невообразимое. Что нужно? Нужно выбрать тему в этом году, это в мире сказок, то есть выбрать абсолютно любую сказку, написать несколько слов о создании этой коляски, то есть почему выбрана именно эта тематика, как она выполнялась, эта коляска, кто помогал, может быть, кто-то был инициатором идеи. Ну и, естественно, конечно же... Для послушной девочки это будет лилия, для непослушной избушка баба Никита. Может быть и такое. Да, ну и, конечно же, самое главное, это прийти на парад колясок 12 июня в 17.00. И гордо пройтись по центральной улице города, ну а после мы возвращаемся в парк на награждение. И уже традиционно... Повторю, вопрос, что ждет победителя? Победителя ожидает главный приз. Это трехколесный велосипед, который нам любезно предоставил тоже наш генеральный партнер этого мероприятия. На который может пересесть потом владелец коляски, тогда подрастет отличный приз. Задумка такова, что из коляски сразу в трехколесный велосипед. Ну что, нашим зрителям остается только пожелать поучаствовать, потому что за трехколесный велосипед стоит побороться. А самое главное, это просто весело. Да, ну а всех участников ждут призы и подарки от наших партнеров. Мы абсолютно всех поощряем, потому что знаем, что все родители старались, готовились, фантазировали, креативили. Поэтому мы благодарим абсолютно всех участников. Вера, то, о чем мы сейчас говорили, так или иначе крутилось у нас вокруг Дня города. Но только Днем города количество мероприятий, конечно, не исчерпывается. У нас впереди еще три месяца лета, в которые тоже, наверное, стоит дальше чего-то интересного. Какие даты стоит зафиксировать себе в голове, ну или в ежедневнике, у кого, может быть, слишком много информации приходится в голове держать. На что еще стоит прийти? Вместе с детьми, либо наоборот, сами, если мы молодые, активные. Что посетить, на что обратить внимание? Наверное. Мероприятий в течение весенне-летнего сезона в городском парке Культуровых достаточно много, но стоит обратить внимание на самые яркие из них. 16 июня самое грандиозное, самое мыльное массовое мероприятие – это День мыльных пузырей. Когда мы приглашаем шоу гигантских мыльных пузырей, они устраивают свою программу, и буквально весь парк погружается в атмосферу этого мыла, этой детской непосредственности, потому что рады не только дети, не только дети лопают эти пузыри, получают массу удовольствия, но и взрослые подключаются. Да, ну и, конечно же, уже по традиции мы устраиваем массовый флешмоб, массовый запуск мыльных пузырей. Это когда все посетители городского парка Культуры Отдыха, абсолютно каждый, достает пузыри заранее приготовленные и начинает дуть, и получается очень много мыльных пузырей по всему парку. Самая яркая картина – это с колеса обозрения, не поверите, потому что смотришь, когда свет... Это лайфхак нашим зрителям. Хотите увидеть праздник мыльных пузырей с самой лучшей точки, поднимайте это колесо обозрения. Совершенно верно. Оттуда получаются самые яркие, самые мыльные фотографии. Оттуда видно буквально все. Да, ну и, конечно, не забываем про то, что детям мы дарим... Поэтому для них еще и анимационно-развлекательная программа, которая как раз и перемешивается с программой шоу гигантских мыльных пузырей. У нас несколько артистов, да, но и в конце, конечно же, наши специальные гости, хедлайнеры, можно даже так сказать, дня мыльных пузырей, которые не оставляют равнодушными абсолютно никого. Вера, у меня еще такой вопрос. Все, о чем мы говорили до этого, оно так или иначе крутится вокруг каких-то семейных праздников, походов вместе с детьми. Но есть еще и молодые люди, которые, давайте скажем честно, танцплощадки сейчас в парке нет, и я не знаю, была ли она востребована. Но для чего молодые люди, а в первую очередь девушки, приходят сейчас в какие-то публичные места для того, чтобы делать красивые фотографии. И мне кажется, парк культуры и отдыха в этом смысле в последние годы прекрасная площадка для того, чтобы прийти и сделать фотографии. Потому что, начиная от зеленых зон и заканчивая интересными арт-объектами, вот вы как человек, который приходит туда каждый день, что бы порекомендовали людям, которые приходят фотографироваться в парк культуры и отдыха? Какие локации наилучшим образом стоит использовать? Какие, наверное, будут такими трендами этого лета? Где нужно сфотографироваться, если уж совсем просто, где нужно сфотографироваться этим летом в парке культуры и отдыха? Ну, городской парк культуры и отдых, он сам по себе очень красив, абсолютно в любом месте, в каком бы вы ни оказались. Ну, как показывает практика, у нас есть несколько наиболее популярных зон в парке. Ну, во-первых, это зона наших замечательных зеленых газонов, за которыми мы очень тщательно следим, поливаем. Поэтому они у нас всегда подстрижены, всегда зелененькие, всегда на них получаются самые яркие, самые летние фотографии. Итак, за самыми летними фотографиями на зеленую зону. Совершенно верно. Есть у нас аллея, где у нас цветет черемуха и сирень. Ну, я думаю, что тут уже некоторые жители немножечко опоздали, потому что они уже отсвели. Но ничего страшного, в следующем году, как только наступит май, вы можете к нам прийти и сфотографироваться. Потому что там стоит не только невероятный аромат цветущих садов, но еще и замечательные, яркие, классные фотографии можно сделать. Я помню, в прошлом году насчет молодежи к нам поступило обращение сделать предложение своей девушке выйти замуж со сцены городского парка культуры отдыха. Мы пошли навстречу, и 12 июня, в день города, предложение руки и сердца поступило прямо со сцены перед многотысячной толпой. И она ответила, да! Вот, это было очень здорово и круто. Запомнилось не только, мне кажется, всему городу, но и нам, потому что какие-то самые яркие события у нас тоже откладываются в памяти. Еще какие? В последние годы появилась какая-то гигантская скамейка, какие-то новые арт-объекты планируются? Ну, кроме зеленой зоны, что само собой, как бы, разумеется. В этом году мы как раз завершили работы по укладыванию тротуарной плитки. Если помните, то на широкой аллее как раз до конца немножечко нам не хватало. В этом году тротуарная плитка положена. Как раз в центре у нас была зеленая зона для аллей с каштанами. Каштаны досажены. Ну и самое главное, что по этой широкой аллее у нас появился новый, многим уже забытый арт-объект, а именно грот-фонтан. Потому что в этом году, да, мы взялись за его реконструкцию. И если не подведет погодой, то, я думаю, мы должны успеть к дню города, к 12 июня, его торжественно открыть. Уже видно камешки, уже видно, как он возводится по ступенькам, по крупинкам. Он очень напоминает предыдущий вариант оформления. Но уже с помощью более современных, более экологичных, более практичных материалов. Еще одна удачная локация для селфи. Завите, что называется. Вер, время наше подходит к концу. Я думаю, что что-то полезное наши зрители обязательно узнали. Поэтому вам большое спасибо за то, что вы с нами. Хотя лето для сотрудников парка горячая пора. Ну а нашим зрителям стоит только пожелать самого веселого лета. И если у вас сегодня вечером есть час-полтора свободного времени, возьмите детей и отправляйтесь в парк культуры. Это всегда здорово. Редактор субтитров А.Семкин